Добилась того, что ученицу по обмену отправили обратно на её родину за то, что она издевалась над моей сестрой. В старших классах над моей сестрой безжалостно издевались из-за обстоятельства, которое вообще никак от неё не зависело, из-за особенностей её анатомического строения. Не вдаваясь в подробности, скажу, что она чувствовала себя ужасно из-за этого, и это так или иначе портило её жизнь. Девушку, ответственную за большую часть издевательств, и ту, кто дал ей особенно жестокое прозвище, связанное с её физическими проблемами, звали Надя. Надя была иностранной ученицей по обмену, Надя была очень красива, и она была жестока. Ей было плевать на всех, кроме самой себя. Я должна была защитить сестру, чтобы её жизнь не испортили окончательно. Говорят, что чтобы убить дракона, нужно отрубить самую главную из его голов. Именно это я и сделала. Я узнала, что отец Нади – человек с очень консервативными взглядами, как и вся её семья на родине. Я начала распространять слухи о том, что она не очень разборчива в связях, и постаралась сделать так, чтобы об этом узнала семья, в доме которых она жила. Как мне стало известно, это обернулось для неё определёнными проблемами, но я не собиралась останавливаться на этом. Одним вечером я устроила у нас дома вечеринку, когда моих родителей не было дома. Я пригласила Надю, которая с радостью согласилась, поскольку я была относительно популярной девушкой, и она никогда не отказывалась от возможности лишний раз напиться в хлам. Да, на вечеринке было море алкоголя, я позаботилась об этом. Сфотографировала всех на вечеринке. Той же ночью, когда все ушли, я всё выложила в Фейсбуке. Отметила Надю, она была у меня в друзьях в Фейсбуке. У неё была включена опция, из-за которой всё, в чём она была отмечена, появлялось в её новостях. Поэтому фото, на которых она была бухая в стельку, и на ней было не так много одежды, отправились на её страницу. Так как была уже середина ночи, она, видимо, ничего не заметила до следующего утра, поэтому фотографии оставались там несколько часов. Но так как её родители жили в другом часовом поясе, я даже не сомневалась, что они увидят всё до того, как она это удалит. И они увидели. Я не могла видеть лично, что произошло, но на следующей неделе она отчислилась и улетела на родину. Видимо, её родители решили забрать её, чтобы она не испортилась или что-то в этом роде. Никто больше не смеялся над моей сестрой, так как слухи о моём участии быстро распространились. И все узнали, как далеко я готова зайти, чтобы защитить свою младшую сестру. Решил высмеять толстушку? Тогда я унижу тебя перед твоей девушкой. Я долгое время не могла завести отношения, поэтому обратилась к помощи приложений для знакомств. Будучи очень занятым человеком, который пытается познакомиться с другими занятыми людьми, я уважаю честность и прямоту больше, чем всё остальное, когда речь идёт о создании своего профиля. Я добавила в свой профиль свои фотографии во весь рост и написала в самой верхней части своего описания информации и деталей, что я толстая. Ни пышная, ни крупная, ни с огромным сердцем, а что я толстая, чёрт возьми. Я не стыжусь этого, но я также знаю, что для некоторых людей это важный критерий. Я не хочу тратить чьё-либо время. Около года назад я познакомилась в Тиндере с Эваном. Как-то раз вечером мы несколько часов обменивались дружелюбными сообщениями и договорились, что следующим вечером встретимся в баре. Когда пришло время, он не пришёл. Я ждала целый час и уже собралась уходить, как начала получать сообщения. Я отсюда вижу, как ты потеешь. Сколько времени тебе требуется по утрам, чтобы вставать с постели? У нас началось землетрясение, или это просто ты встала, чтобы взять себе ещё пончик? Настоящий идиотизм, шутки в стиле школьников. Сообщения приходили с четырёх разных номеров и содержали замечания по поводу моей одежды, благодаря чему я поняла, что отправители где-то рядом. Это продолжалось около 15 минут, пока я, наконец, не увидела Эвана, который пытался спрятаться за углом одного из столиков и смеялся с группой своих приятелей. Я встретилась с ним взглядом. Убедилась, что он увидел мой взгляд и ушла. Сообщения приходили ещё несколько часов, пока я не заблокировала номера. Я столкнулась с Эвеном через три недели. Мы оказались в одном лифте. Он с очень внимательным видом читал инструкцию на случай неисправности лифта. Я прямо обратилась к нему, и он признался, что он и его друзья любят играть в такую игру. Они находят толстых женщин, затем либо не приходят на назначенное свидание, либо троллят их во время свидания. Было очевидно, что он никогда не сталкивался с последствиями этих выходок, так как он сильно потел и казался ещё более смущённым, чем была смущена я. Я сказала, ну и ладно, и ушла, надеясь, что мы с ним больше никогда не увидимся. Около месяца назад какой-то местный гурман написал отличный отзыв о ресторане, которым я владею, и с тех пор у нас полно посетителей. В прошлом я в основном работала только на кухне, но в последнее время я всё чаще работаю и в зале. А в день Святого Валентина мне приходилось разрываться между кухней и залом. Я увидела Эвена, когда он отодвигал стул для своей спутницы. Я подошла к стойке регистрации и увидела, что ту часть сала обслуживала одна из моих любимых официанток, Нэн, которая работала у нас на протяжении долгого времени. Я подошла к кассе бара, вытащила оттуда 400 долларов, вручила в руки Нэн и сказала, «До конца вечера ты будешь обслуживать только этот столик. Постарайся сделать так, чтобы это свидание стало худшим в его жизни». Она опрокидывала на него всё, что приносило к их столику, и всё только на него. Я ожидала, что он взорвётся и накричит на Нэн, но он всё глотал. Видимо, пытался произвести хорошее впечатление на свою девушку. Она оказалась совершенно милой девушкой. Я попросила Нэн хорошенько позаботиться о ней и издеваться над Эваном на всю катушку. Она пролила на его промежность воду со льдом. Она ударила его по затылку краем своего подноса. Пролила суп на его рубашку. Уронила на пол каждую вилку, которую он просил принести. Я лично пересолила его еду, налила в его бокал худший напиток, использовала муку вместо сахара, когда готовила его десерт. Честно говоря, я не знаю, почему он просто не ушёл. Видимо, ему очень сильно хотелось чпокнуть свою спутницу. В конце концов, он не выдержал. Потребовал, чтобы Нэн нашла менеджера и пригласила к его столику. Я была очень счастлива выйти из кухни в форме шеф-повара. Мне не стыдно признаться, я весь вечер обдумывала фразу, с которой хотела обратиться к нему. Я бы подошла поздороваться раньше, но боялась испортить ваш ужин землетрясением. Я буду наслаждаться выражением лица Эвана всю оставшуюся жизнь. Он был сбит с толку, чтобы объяснить что-либо. Поэтому я взяла стул, подсела за их столик и представилась его девушке Аманде. Рассказала, как я познакомилась с Эваном. Показала самые смешные из его сообщений. Затем подарила ей ваучер на бесплатный ужин и сказала Эвану, чтобы он убирался к чертям собачьим и никогда не возвращался. Он удалил свой профиль в Тиндере. Эта история мести произошла в 90-х, когда я окончил школу и работал младшим поваром, помощником шефа в китайском ресторане. Заведение специализировалось на супах с лапшой. Главной изюминкой был наш бульон. Владелец использовал семейный рецепт, который передавался из поколения в поколение. Бульон ставили на огонь на 12 часов вечером накануне. Владелец очень щепетильно к нему относился. Если бульон заканчивался, то и суп не подавался. Он отказывался мошенничать, как это делают в некоторых заведениях, добавляя в бульон воду. Сам владелец был очень приятным пожилым джентльменом из Китая. Он был замечательным человеком, а также очень добрым и заботливым руководителем. Его сын, напротив, был настоящим куском дерьма. В какой-то момент он начал работать в ресторане в качестве менеджера зала, хотя на самом деле ничего не делал, только смотрел телевизор и спал. Пока я был лишь младшим поваром, я и старик отлично ладили. Он доверял мне и регулярно велел мне ставить на огонь бульон по вечерам под его присмотром. К сожалению, старик умер после того, как я проработал там 5 лет. И тогда его сын взял на себя управление рестораном. Его матери не было в живых уже несколько лет. У сына был нулевой опыт, но он все же решил стать шеф-поваром. Ему не понравилась традиция начинать готовить бульон вечером из-за большого расхода газа. Поэтому он требовал, чтобы я подготавливал все продукты вечером, затем утром он сам ставил кастрюлю на огонь. Он также начал спокойно добавлять в кастрюлю обычную воду, когда бульон заканчивался, чтобы продавать больше тарелок супа. Однако хуже всего было то, что он велел официантам класть остатки супа из тарелок посетителей обратно в кастрюлю для повторной подачи посетителям. Когда я выразил свой протест, он сказал, что в этом нет ничего плохого, так как суп подогреют и микробы умрут. Он пригрозил, что уволит меня, если я скажу еще хоть слово. Вполне ожидаемо, количество посетителей начало уменьшаться, так как качество супа ухудшилось. Из-за этого новый босс запаниковал и начал еще больше экономить на всем. Он уволил большинство старых сотрудников, заставляя перерабатывать тех, кто остался. Он не мог уволить меня, потому что я остался единственным, кто умел готовить суп. Он также перестал использовать качественные ингредиенты, начал покупать дешевые полуфабрикаты, чтобы я тратил меньше времени на приготовление. Я терпел несколько месяцев, но затем мне это надоело. Я собирался начать учебу в колледже, поэтому я сказал ему, что собираюсь написать заявление. Конечно же, он был очень недоволен и обозвал меня неудачником. Сказал, что это мой последний рабочий день, но я должен был отработать смену до конца, обучая нового сотрудника своей работе. Он заявил, что я не получу свой последний чек, если не передам все накопленные знания. Я рассмеялся ему в лицо и покинул ресторан в тот же момент, и мне было плевать на свой последний чек. В качестве прощального подарка я отправил электронное письмо в наш местный совет по безопасности заведения общественного питания, сообщив им о повторном использовании остатков супа, что противоречило санитарным нормам. Я любезно приложил несколько фотографий, которые сделал тайком, когда обучал новенького сотрудника. Совет уже на следующий день отправил инспекторов, которые закрыли ресторан. Были и другие проблемы. Антисанитария в уборных, невымытая посуда. Ему выписали огромный штраф и список требований, которые он должен был выполнить, прежде чем ресторан можно было открыть снова. Ресторан долго оставался закрытым, а затем и вовсе был продан. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok